Вся Москва жила на готове. У каждого был готов мешочек с необходимыми вещами. Была чистка в партии. Люди боялись открывать двери. Арестовывали каждую ночь. Машина подъезжала, забирали человека, и неизвестно, где он исчезал. Пришли ночью. Мы дети спали. Мама нас приезжала к себе. Папу сразу увели. На Арбате мы жили. Я была уже замужем. Была беременна на восьмом месяце. И вдруг приходят арестовывать. При мне делали обыск. И впечатление, что тебя заживо уничтожают, закапывают. Посадили в машину черную и увезли на Лубянку. Увезли бутырку в больницу, где я родила мальчика. Два дня они несут кормить. Третий день пошел. Охранник несет сверток и говорит, умер. Это мой ребенок умер. У меня было такое состояние, что я с ума схожу. Ночью на допросе. А днем спать нельзя. Никаких пыток не надо. Я понимала, что это безумие. Что это вот усталость. Что мозг вымучивает. Только вот силы же не оставалось. Была в камере женщина. Вот тебе две спички. Вот встать в веки. Сама дреми. Я повернусь к окну. Вот вставлю сюда. А они же не очень прочно стоят. Это самое большое изуверство, которое и немцы подвиняли, и наши. Одни у других учились. Режим был очень строгий. Без права переписки. Без права читать газеты. Я не знала, где папа. Не знала, где мама. И они обо мне ничего не знали. Никто не представляет себе, что такое еда тухлой рыбы. Все думают, что тухлая рыба несъедобная. А нас ею кормили. Червяки вот такие белые. У нас были ведь и академики, и химики, и биологи. И они говорили, ешьте червяков, чистый белок. И мы ели. А что было делать? Трудно об этом говорить. Я рассказываю, а душа болит. Вы уж извините меня, но тяжело об этом говорить. Сколько досталось моим родителям, не дай бог никому. И ведь ни за что. Здравый человек туда работать не мог пойти, потому что они совершали открытые преступления против человека. Это мое твердое убеждение, что в МГБ шли люди с предательским характером. Про Путина и говорить нечего. Хоть он из хорошей семьи. Не знаю, как такое в такой семье могло случиться. И работал он сначала вот этим охранником уличным. За мной тоже ходил такой слабаки по отношению к русскому настоящему человеку. Меня зовут Вера Сергеевна Голубева. Я провела более шести лет в сталинских лагерях. За что до сих пор не знаю. Редактор субтитров А.Семкин